В ночь на воскресенье 28 ноября 2021 года на 73-м году жизни оставил тело певец и композитор Александр Градский. Музыканта Экстрин госпитализировали с подозрением на инсульт в пятницу 26 ноября, и в больнице его состояние оставалось очень тяжелым. Александр Борисович Градский при рождении Фраткин родился 3 ноября 1949 года в городе Копейске в Челябинской области. В 1957 семья переехала в Москву. Отец Градского Бориса Абрамовича работал инженером на заводе, а мать Татьяна Павловна литературным сотрудником в журнале «Театральная жизнь». После смерти матери в 1963 году Александр взял фамилию Градский в память о ней. После этого он несколько лет жил у бабушки Марии Ивановны в деревне Расторгуева Ленинского района Московской области. В 1967 году Александр окончил музыкальную школу по классу скрипки. В 1974-м чуть ли не единственный из наших рокеров получил диплом Государственного музыкального педагогического института имени Гнесиных по специальности оперный и концертный камерный певец. Певческий голос – тенор. Его педагогами были Любовь Котельникова и Нина Вербова. В 1975-76 годах учился в Московской государственной консерватории имени Пётра Ивановича Чайковского по классу композиции. В конце 70-х годов Градский преподавал в родном институте имени Гнесины и в ГИТИСе, где возглавлял кафедру вокала. В 1963 году Александр впервые выступил как солист, исполнив несколько песен в составе вокально-инструментального ансамбля «Тараканы». Музыкальный коллектив состоял из польских студентов Московского государственного университета. Спустя год Градский вместе с Михаилом Турковым организовал самодеятельную рок-группу «Славяне», которая просуществовала два года. В ее репертуар преимущественно входили англоязычные композиции. В 1966 году Градский основал самодеятельную рок-группу «Скомарохи». Он был ее солистом и гитаристом до 1976. В составе этой группы он исполнил песню «Как молоды мы были» на слова Николая Добронравова и музыку Александры Пахматовой. Как молоды мы были, как молоды мы были. В 1971 году группа получила несколько призов на Всесоюзном музыкальном фестивале «Серебряные струны». В конце 70-х певец начал выступать сольными концертами, аккомпанируя себе на 12-струнной гитаре. В 1972 году Градский записал песни «Джаконда» и «Жил-был я», вошедшие в дебютный музыкальный альбом композитора Давида Тухманова «Как прекрасен этот мир». А в 1973 он выпустил первую небольшую грампластинку под названием «Поет Александр Градский», в которую вошли 4 песни «Испания», «Скомарохи», «Подруга угольщика» и «Синий лес». Автором музыки ко всем песням, а также текстом, последний был Градский. В 1988 году Александр Градский исполнил партию звездочета в опере Николая Римского-Корсакова «Золотой петушок» на сцене Государственного академического Большого театра. В 1985 музыкант записал первую отечественную рок-оперу «Стадион», в которой он исполнил партию певца, прообразом которого послужил чилийский поэт-коммунист Виктор Хара, убитый в 1973 году на центральном стадионе Сантьяго. В 2009 году Градский записал рок-оперу «Мастера Маргариты», в ней он исполнил арии Мастера, Иешуа, Ганоцри, Воланда и Кота-Бегемота. В конце 80-х он написал музыку к балетам «Человек», «Распутин» и «Еврейская баллада». Они были поставлены в Киевском государственном детском музыкальном театре. Первой кинокартиной с его музыкой стала мелодрама Андрея Кончаловского «Роман совлюбленных» 1974 года. Последний фильм – военная драма Михаила Пташука в августе 44-го по роману Владимира Богомолова «Момент истины». С 89-го года Градский был руководителем Московского театрально-концертного музыкального объединения. В 2015-м в Москве в здании бывшего кинотеатра «Буревестник» был открыт театр с аналогичным названием, известный как «Градский холл». В конце 80-х годах певец вел на радиостанции «Юность» программу «Хит-парад» Александра Градского. В последние годы Александр Борисович выступал в качестве наставника в вокальном телешоу «Голос». Четверо его подопечных стали победителями проекта. Это Дина Гарипова, Сергей Волчков, Александр Воробьева и Селим Аллахяров. Александр Градский – член Союза московских композиторов. Во второй половине 2000-х годов он входил в состав Общественного совета при Министерстве обороны Российской Федерации. Заслуженный деятель искусства, народный артист России. Удостоен Государственной премии Российской Федерации в области литературы и искусства. С 2003-го года композитор жил в гражданском браке с моделью актрисы Мариной Каташенко, которая младшего более чем на 30 лет, но между тем у них прекрасная семья и два сына – Александр, 2014-го года рождения, и Иван, 2018-го. Ну а первой супругой певца была студентка Наталья Смирнова, с ней он прожил всего три месяца. Второй официальной женой была Анастасия Вертинская, свадьба состоялась спустя три года после первого брака. Вместе они прожили всего два года, хотя развод оформили только через четыре. Третий раз Александр женился на Ольге Фартышевой, брак продлился 23 года. У них родился сын и дочка – Даниил, 81-го года рождения, и Мария, 86-го. За всю свою жизнь народный артист России записал более 40 альбомов. Градского называют основоположником русского рока. Он автор музыки к десяткам художественных, документальных и мультипликационных фильмов. Последние годы выступал постоянным наставником в телевизионном шоу «Голос», руководил театром «Градский холл» и много чем другим. И вот сейчас Александра Борисовича уже нет с нами. Вечная память этому талантливому артисту и всенародному человеку. Кто-то слышит, кто-то не слышит. Там такая боль. Если было интересно и занимательно, то поставить лайк желательно, а также подписаться на канал, чтобы быть в курсе новых видео. Круассан – много вкусного контента. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова